Больше 17 тысяч лесоводов и жителей края подписались под обращением в защиту своих профессиональных интересов, права жить и работать в лесных поселках. Поводом для составления обращения стали планы Минприроды России придать ленточным сосновым барам Алтайского края особый статус, где в приоритет возводится экологическое, а не хозяйственное значение лесов. Лесоводы полагают, что это может негативно отразиться на жителях поселков и работе предприятий отрасли, ну и, конечно, навредить самим лесам. Сейчас на базе лесных предприятий развернуты штабы для сбора подписей, проведены сельские сходы, ведутся консультации. Об этом пишут аргументы и факты на Алтае. Почему новый закон может поставить под удар существование гостиниц в Барнауле, разбираются корреспонденты толка. В новом году начнется массовая классификация отелей и гостиниц. Помимо присуждения им различных категорий по количеству звезд, будут прописаны меры, которые вынудят многих представителей отрасли выйти из тени, считают эксперты. Фуровень сервисов в Барнауле, говорят они, сегодня не соответствует международным стандартам. Сотрудники подготовлены лишь теоретически, но для соответствия им необходима международная практика. По словам экспертов, самые известные гостиницы Барнаула сейчас могут претендовать максимум на три звезды. Для повышения статуса города и края хотя бы один пятизвездочный отель просто необходим. Материал читайте на сайте Толк Ньюс. Почему раком все чаще страдают хорошо живущие женщины? Интервью с выдающимся онкологом публикует «Комсомольская правда» на Алтае. Алевтина Красилова – единственный врач из нашего региона, кто номинирован на национальную онкологическую премию «Мы будем жить». Всего в конкурсе участвуют 69 номинантов со всех уголков страны. Кто в зоне риска? Провоцируют ли развитие онкологии гормональные контрацептивы? Как пришлось оперировать 35-килограммовую опухоль? Почему рак отступает, когда человек переосмысливает свои принципы? Как уберечься? И почему чудеса все-таки случаются? Читайте на страницах КП. Бийский рабочий пишет, когда в нашем регионе пройдут губернаторские елки. Около 128 тысяч новогодних подарков для детей изготовят в Алтайском крае. Их получат все учащиеся до 4 класса, дети с ограниченными возможностями и оставшиеся без попечения родителей.